Воскресенье 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 Потому что поп-музыка всегда отличалась от многих других искусств ровно тем, что она очень чутко реагирует на происходящее вокруг нее. И в этом смысле это довольно бесценный источник наших знаний о мире. И вот сочетание этих двух оптик, одна из них предельно конкретная, мы слушаем конкретные песни, мы как-то их препарируем, анализируем, мы узнаем истории конкретных жизней абсолютно. А с другой стороны, наоборот, предельно общая и абстрактная оптика, мы смотрим на то, каким был мир во время, когда записана эта музыка, и как она его отразила, и как она, быть может, с ним полемизировала. Вот сочетание этих оптик, мне кажется, со своей стороны, ну, какой-то такой отличительной особенностью программы хождения по звукам. Я не говорю о том, что это что-то совсем уникальное, такого нигде не было, конечно, это не так. Но это чуть-чуть выделяет эту программу из сонма ей подобных. И, видимо, именно это и привело к тому, что внезапно, честно говоря, даже для меня самого, программа хождения по звукам обрела, можно сказать, печатную версию. Вот она перед вами. Это была не моя идея. Я не бегал вокруг с высунутым языком и не говорил, а давайте превратим мои эфиры в книжку. Вместо этого все произошло совсем наоборот. Ко мне пришли издатели, которые сказали, что нам очень нравится ваш эфир, а наверняка у вас накопилось очень много материала. Не хотите ли вы сделать из этого книжку? И я хмыкнул и понял, что, в общем, пока предлагают, надо брать, надо цепляться за это предложение. Ну, с одной стороны, потому что это, опять-таки, интересный вызов, какой-то это интересный челлендж, как сейчас принято говорить. Значит, речь и письменный текст устроены по-разному. То есть тебе придется не просто взять программы, конспект, сделать их и в книжку все это, значит, вставить. Так не подойдет, так не получится. Тебе нужно будет делать какую-то дополнительную работу и придумывать, как эти программы будут в печатном виде существовать. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, конечно, никто не отменял таких старых романтических химер и представлений о том, что, ну, как бы надо остаться в вечности. Потому что, вы знаете, радио же это очень спонтанный жанр. Несмотря на то, что программа хождения по звукам чаще всего выходит в записи, а не в прямом эфире, тем не менее, все равно все, что вы делаете на радио, оказавшись в студии того же самого Серебряного дождя, это все живет вот ровно до тех пор, пока вы не пересекли порог этой студии и не заклопнули за собой дверь. Дальше это уже мало кому интересно. Несмотря на то, что сейчас в последнее время часто стали в том числе и хождение по звукам программы выкладывать на сайте Серебряного дождя, а некоторые люди еще пиратские, их там, я не знаю, заливают во Вконтакте или еще куда-то. Но все равно дальше это, конечно, уже только для таких вот гиков, да, для людей очень убежденных, для тех, кто реально ради этого будет слушать. А для большинства слушателей радио все, что на нем говорится, существует в ту самую минуту, когда оно говорится. Дальше, как только говорящий пересекает порог в студии, этого больше нет. Другое дело книжка, да, это какой-то материальный объект, материальное свидетельство того, как я, например, прожил последние пять с половиной лет. Короче говоря, отказываться было совершенно не с руки, но я и не стал. И вот к чему это, значит, все привело. Как я и говорил, программа существует пять с лишним лет, и, конечно, она неоднородна за эти пять с лишним лет. Она колебалась вместе с, ну, генеральной линией партии, да, немножко вместе с форматом радиостанции, хотя на серебряном дожде, на московском серебряном дожде хождение по звукам считают немножко хулиганской программой. Потому что все прекрасно знают, что как только возникнет хотя бы малейшая возможность проигнорировать формат, как-то переступить через него, Лев Ганкин и программа хождения по звукам моментально это сделают. И поэтому, конечно, в ней звучала самая разная музыка, в том числе та, которой нету в постоянной ротации. Но не могу сказать, что она совсем лишена рамок, это не так. Какие-то, ну, совсем радикальные вещи, типа, там, я не знаю, black metal или, наоборот, какой-нибудь drone ambient или еще чего-нибудь, вот такие музыкальные жанры, я их для себя называю неблагополучными, да, немножко, они там оказаться не могут, потому что программа выходит в прайм-тайм, и это помимо того, что это некоторая честь для ее автора, то есть для меня, это еще и определенная ответственность. Я могу немножечко погрузиться в кухню и очень коротко рассказать, почему так. Дело в том, что радиостанция «Серебряный дождь» — это частная радиостанция, да, которая живет, как, естественно, на деньги рекламодатели, а рекламодатели не смотрят и не слушают эфиры, они потом изучают, соответственно, цифровые, числовые показатели, рейтинги и прочее. И особенно обращают внимание не на так называемую ядерную аудиторию той или иной программы, а, конечно, у меня за пять лет скопилась аудитория, и я ей очень благодарен, которая за мной пойдет в огонь и в воду. Если я предложу этим людям пять часов слушать, я не знаю, норвежскую группу «Бурзум» на радио «Серебряный дождь», они, скорее всего, согласятся на этот эксперимент, потому что они мне доверяют, и они будут думать, что, наверное, это интересно, наверное, в этом что-то есть, раз Лев Ганкин предложил принять участие в таком вот бесчеловечном опыте над собой провести. Но вот на эту аудиторию, хотя мы ей очень благодарны, тут есть такая внутренняя несправедливость, именно на нее на самом деле радио ориентируется меньше всего. Радио не ориентируется на тех, кто и так его слушает. Вот эта важная мысль, страшно несправедливая на первый взгляд, но вот, увы, она правдива, потому что главное ориентироваться на тех, кто, например, в воскресенье вечером, когда выходит хождение по звукам, едет с дачи в Москву домой на машине и в своей магнитоле в автомобиле щелкает частотами, каналами. И вот этот человек должен зацепиться за эфир программы хождения по звукам, он должен там остаться. И вот эти цифры, которые тоже будут отражены в статистике, вот на них рекламодатель посмотрит, почешет в затылке и скажет, хорошие сапоги надо брать. Поэтому какие-то вещи, которые 100% неподготовленного слушателя совсем оттолкнут, увы и ах, в нынешнем варианте программы хождения по звукам я использовать не могу. Если бы это был, например, ночной эфир, в 3 часа ночи, это известно, что на любом радио это время, когда ты можешь делать все, что угодно, в том числе и на серебряном дожде. Скорее всего, тебе ничего за это не заплатят, но, пожалуйста, используй наши возможности, нашей студии, сколько хочешь, что угодно делай. А вот в прайм-тайм, конечно же, все не совсем так, потому что нам нужен слушатель, нам нужно, чтобы он на радио Шансон не переключился, да, или там, не знаю, на Европу Плюс или еще куда-нибудь. Так или иначе, соответственно, что-то все-таки остается за бортом, что-то отсекается, но внутри, я бы сказал, музыки, которая теоретически может прозвучать в прайм-тайм на FM-радиостанции, вот внутри этого довольно все еще широкого спектра возможностей, мне всегда хотелось попробовать охватить его целиком, охватить его весь и сделать свою программу достаточно эклектичной, чтобы каждую неделю в ней могло звучать что-то новое, ничем не напоминающее то, что звучало неделей ранее. И вот этот эклектизм мне хотелось перенести в книгу «Хождение по звукам». Значит, с ней самым трудным была, собственно, селекция, потому что когда мне сказали, давай делать книжку из твоих программ, я сказал, окей, давайте, и дальше возник вопрос, а какие программы-то, собственно, в нее включать? Их, как выяснилось, кстати, меня удивили эти подсчеты, накопилось уже больше 200, и, ну, понятное дело, что издавать все 200 – это, значит, собрание сочинений сразу, и, скорее всего, на это я рассчитывать не могу, пока что, да, не дорос еще до таких форматов. Значит, нужно осуществить каким-то образом селекцию, как-то выбрать. Но тут было несколько возможностей. Можно было, например, сосредоточиться как бы на звездах, да, на топовых артистов, это всегда работает, это всегда все покупают, все откроют, и, мм, тут вот и это, и это, и это, мы так любим эту музыку, купим, пожалуй, книжку. Нормальный вариант, но скучноватый, если честно, потому что, ну, вроде как, про этих топовых артистов уже и так много написано и сказано, в том числе и на русском языке, далеко не факт, что я смогу сформулировать о них что-то принципиально новое. Тогда, может быть, взять альтернативный вариант, обратный, сосредоточиться на не очень известных артистах, на тех, чья музыка незаслуженно забыта, на тех, чья музыка редко звучит по радио, и уж тем более о ней редко пишут книжки на русском языке. Хм, тоже любопытный вариант. Подумал я, подумал, но понял, что тут мы сталкиваемся с другой проблемой, тогда эту книжку просто никто не купит. И она превратится в такой, знаете, мертвый груз, который лежит в книжных магазинах на протяжении многих лет, и каждый год ему по 100 рублей цены скидывают, только чтобы хоть как-то реализовать. Потому что в таком ситуации получилось бы, что книжка рассчитана на исключительно очень-очень интересующихся музыкой людей. Все-таки хотелось сделать этот социальный заказ чуть шире, и в том числе, как я и говорил, включить в круг потенциальных читателей людей, которые едут с дачи на машине. И в итоге я пришел, честно вам признаюсь, к совершенно парадоксальному решению. Я подумал, что давайте, может быть, у нее не будет вообще никакой концепции. Давайте, может быть, я просто отберу некоторое количество программ, которые мне по прошествии времени, когда я их сейчас переслушиваю или перечитываю их конспекты, кажутся не стыдными. Некоторые из них, может быть, даже у меня легкую гордость вызывают. Которыми я, короче говоря, до сих пор доволен, и про которые мне кажется, точнее, про героев этих программ, мне удалось сказать что-то, что на русском языке редко звучало ранее. И так получился очень странный и любопытный набор. Я просто назову очень коротко, что тут есть. Во-первых, мне хотелось, чтобы здесь были музыканты из разных стран. Поэтому здесь есть, например, помимо англичан и американцев, о которых логично, да, большинство поп-музыки англоязычная, но здесь есть, пожалуйста, итальянская музыка Адриана Чалентана, французская музыка Серж Гинсбур, значит, бразильская музыка, это движение Тропикалия замечательно, а также, например, босса Нова Жуана и Астро Джилберто, эфиопская музыка, глава про местный джаз, который большой мир узнал и полюбил очень сильно после фильма «Сломанные цветы» Джима Джармуша, где весь саундтрек взят из творчества, например, замечательного эфиопского джазмена Мулату Остатке. Здесь есть турецкая музыка, здесь есть немецкая музыка, здесь есть индонезийская музыка, ну и так далее. Я, возможно, даже перечислил еще не все, что тут имеется. То есть географическое разнообразие раз. Разумеется, временное разнообразие первое. Эта книжка стартует с Нета Кинга Коула, знаменитого певца, который остался и уже навсегда останется в истории, как первый человек, триумфатор первого же Чарта Билборд. Это еще были военные годы, на самом деле, сороковые. А заканчивается эта книжка певицы Мицки, которой я выдал небольшой аванс, когда делал о ней программу, потому что это молодая, совсем американская певица с японского происхождения, которая только-только достигает каких-то заметных успехов. И я даже думал, не слишком ли это смело, а вдруг через два или три года никто об этой певице Мицки уже и не вспомнит, ну и получится, что как-то я попал в просаг. Но риск оказался оправданным, потому что уже после того, как эта книга была сдана в печать, я попал в августе месяце прошлого, ну нет, этого года еще, на фестиваль «Флоу» в Хельсинки, где певица Мицки выступала не на главной сцене, разумеется, далеко, на одной из маленьких сцен, где-то в углу, и, разумеется, не в хедлайнерском слоте, а это было, по-моему, четыре часа дня или что-то в этом роде. И должен вам сказать, что это был лучший концерт фестиваля «Флоу». Это было абсолютно потрясающе и музыкально, и хореографически, и сценографически сделано. То есть я понял, что, ну, просто действительно, вот бывает так, что ты случайно попал. Попал в «Яблочко», ты попал в абсолютно большого артиста, абсолютно большую звезду. И я страшно рад, что мы рискнули и закончили именно Мицки, потому что я думаю, что в ближайшие годы мы о ней будем слышать намного больше и намного чаще. То есть разнообразие временное, разнообразие географическое и, конечно, разнообразие стилистическое. То есть это не книжка про рок, это не книжка про рэп, это не книжка про электронную музыку, это не книжка про джаз и фанк и так далее, и так далее, но это книжка про все это вместе. Немножко про одно, немножко про другое, немножко про третье. она стремится нарисовать максимально пеструю картину того, как поп-музыка существовала и развивалась в последние, ну, получается, сколько, 70 лет. И именно поэтому нам нужны одновременно звезды, конечно же, без них никуда. Без них этот поезд просто не поедет, они его локомотивы, головные вагоны. Но нам в той же степени нужны какие-то менее известные артисты, чтобы показать, что эта история многослойная, что в ней больше одного пласта. И отсюда возникли в том числе и турки, и эфиопы, и индонезийцы, и все, кого среднестатистический меломан, быть может, знает похуже, чем, я не знаю, Адриана Челентана, того же самого. Если можно, я даже прочту вам один очень короткий отрывок. Дело в том, что у этой книги есть предисловие. Ну, у нормальной книжки, наверное, всегда должно быть предисловие. Вот и я написал. Это, кстати, единственное, что я написал для нее вот прямо вот перед тем, как она была издана. Потому что все остальное все-таки базируется на выпусках программы. А предисловие написано с нуля мною, когда я уже немножечко осознал, как эта книжка будет выглядеть. И я зачитаю очень короткий отрывок, потому что мне он кажется важным. А наверняка многие из вас через это предисловие... Ну, что такое предисловие? Скук какая-то. Хочется поскорее про Бьорка или про Стиви Уандера почитать. Поэтому вы просто через него перескочите. Но мне хочется, чтобы это не осталось незамеченным. Вот это некоторая идеологическая такая позиция, которую я в этом предисловии заявляю. Значит, начинается оно с такого сентиментально-ностальгического моего воспоминания о том, как выглядел мой самый первый эфир «Хождение по звукам». 4 сентября 2014 года я пришел в студию радиостанции «Серебренный дождь», сел к микрофону и сказал «Здравствуйте. Это «Хождение по звукам». Программа, в которой я, Лев Ганкин, собираюсь еженедельно знакомить вас с интересной музыкой, которая редко звучит в радиоэфире, но при этом всячески этого заслуживает. Можно сказать, что это отчаянная попытка хотя бы на часок восстановить историческую справедливость и предоставить эфирное время музыкантам, которые, прямо скажем, никогда не были избалованы масштабными ротациями. Иногда, ну и так далее, значит, немножко о программе. Такой немножко наивный текст человека, который, ну нет, на самом деле, к тому времени уже не впервые в жизни, но, в общем, давно не был в эфире радио и должен каким-то образом свой новый проект, как сейчас принято говорить, питчить потенциальной аудитории, да? Значит, и дальше я пишу уже в книжке. Спустя пять лет я порой задумываюсь, удалось ли выполнить поставленную задачу. Оказалось ли написано, это истинная история популярной музыки? Как ни странно, ответ скорее отрицательный. Потому что есть ощущение, что никакой истинной истории просто не существует. Не верите тем, кто будет утверждать обратное. Погружаясь глубже в мир поп-музыки, начинаешь понимать, что она всячески бежит к какой-либо кодификации. Ее невозможно поместить в аккуратный стеллаж с выдвижными библиотечными ящичками. Ты ее ловишь, классифицируешь, прицепляешь к ней бирочку, кольцуешь ее, как работник орнитологической станции, а она вырывается, виляет хвостом и улетает, поминай, как звали. Но самое главное, она продолжает развиваться, меняться и эволюционировать. Расставить все по полочкам возможно лишь тогда, когда имеешь дело с завершенным процессом, с объектом или явлением, история которого объективно и бесспорно подошла к концу. Не случайно студенты-медики во все времена учились ремеслу на мертвяках в анатомическом театре. Но популярную музыку не загонишь в это душное местечко ни целиком, ни даже по частям. Поэтому нет, хождение по звукам не написало никакой истинной истории популярной музыки. Ну и вот разворачивая эту мысль специально для нашей встречи сегодняшней, я кое-что добавлю, с вашего позволения. Дело в том, что любой исторический нарратив, он предполагает такую вот разметку территории. Но как минимум его автор всегда должен быть убежден в том, что вот та методика, та последовательность событий, ну и вообще вот тот текст, то описание, которое он предлагает, оно верное и оно исчерпывающее, а все остальные не совсем таковы. При изучении собственной истории в школе, например, всегда велик соблазн ее прочитать через последовательность каких-то важных вех. Вот была одна война, вот другая война, вот у нас взошел вот этот правитель на трон, а вот другой, вот случилась революция, а вот какое-то масштабное народное выступление. Но понятное дело, что это лишь часть истории, что, например, вот в таком виде мы ничего, например, не узнаем о том, как, собственно, жили люди. И поэтому мы с вами, как умные взрослые люди, мы не очень покупаемся на этот нарратив. Мы говорим, извините, нам этого мало, это немножко недостаточно. А вот с поп-музыкой часто происходит похожий фокус, и на него я уже не знаю, то ли потому, что мы как бы менее опытны немножечко в этом деле, я себя включаю, да, безусловно, включаю себя в это множество. Но вот мы часто немножечко попадаемся на него. Есть ведь несколько распространенных способов рассказа о ней, и все они кажутся чуть-чуть в той или иной степени неубедительными. Ну, например, да, есть рассказ через фокус на чартах, на коммерческих успехах. История поп-музыки как история триумфов. Ну, с одной стороны, вроде бы это довольно логично, потому что если эта музыка хорошо продавалась, значит, она хорошо и покупалась, значит, мы можем узнать, что слушали люди. Но этого тоже, оказывается, недостаточно, потому что этот подход игнорирует андеграунд. А андеграунд — это тот самый котел, в котором выплавляется зачастую то, что в будущем, через несколько лет, и в видоизмененном, несколько иногда причесанном виде, но станет мейнстримным трендом. Поэтому, если, например, историк будущего решит написать историю нашего времени поп-музыки, 2010-х годов, используя этот подход, то, конечно, он, например, расскажет об артисте, которого зовут Скриллекс, но он ничего не расскажет о другом артисте, которого зовут Беррел, и, соответственно, его читатели и слушатели ничего не узнают о том, откуда, собственно, произошел вот этот характерный дабстеповый ритмический рисунок, который в какой-то момент, несколько лет назад, буквально наводнил почти всю окружающую нас поп-музыку и стал в ней своего рода клише. То есть это недостаточный подход, но недостаточный другой подход, который распространен, популярен в нашей стране, который можно... Ну вот в литературе его часто называют рокистским, и, согласно ему, согласно этому дискурсу, рок-музыка является, ну, как бы некоторой вершиной развития популярной музыки, а все остальное находится в ее тени. Это правда распространенный дискурс. Я уверен, что у многих из вас есть друзья, например, и знакомые, которые всерьез считают, что, не знаю, музыка кончилась примерно в конце 70-х годов, да, и ностальгируют по временам, когда творили их любимые группы, такие, как, я не знаю, Deep Purple, Led Zeppelin или Pink Floyd, и не было никаких глупостей, типа, там, я не знаю, хип-хопа и электронной музыки. Часто приходится сталкиваться с такой точкой зрения, да. И там как раз есть очень понятная последовательность главных событий. Есть группа Beatles, за ней есть группа, там, я не знаю, Led Zeppelin, Pink Floyd, те же самые, или Deep Purple, за ней группа Queen, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И все это прекрасные группы, замечательные. У меня к ним нет почти что ни одной претензии. Но, конечно, это далеко не вся история популярной музыки, и мы это понимаем. И более того, в основе вот этого дискурса есть, он же происходит из второй половины 60-х годов, когда рок-музыканты, собственно, стали очень много о себе воображать. Иногда по делу, а иногда не очень. И противопоставлять свое творчество основной массе такой, как бы, мейнстримной коммерческой музыки для развлечения. Но, в целом, этот подход из 2019 года кажется, прямо скажем, неактуальным, несколько устаревшим, и пора бы его на что-нибудь сменить. И попытки такие предпринимаются, потому что вслед за рокистским дискурсом возник и антирокистский дискурс, в который вошло, на самом деле, очень много разных, я бы сказал, ходов мыслей. Он не однороден, но что их все объединяет, это то, что, во-первых, эта история музыки теперь рассматривается популярной не только как история белой музыки, потому что говорится о том, что вы недооцениваете потрясающие явления музыкальные, которые происходили из черной афроамериканской среды, где была своя потрясающая эволюция, допустим, от ритм-энд-блюза через фанк и соул к диско, а потом к хип-хопу. И это справедливо, это очень важная статья, так сказать, вот этих поп-музыкальных расходов. И, с другой стороны, в нем утверждается, что рок-музыка – это как раз искусство достаточно консервативное, немножко ретроградское, а по-настоящему футуристические варианты дает нам, допустим, электронная музыка и тот же самый черный фанк. Я думаю, что очень важный такой яркий пример такого подхода – это, возможно, известная многим из вас книга «Муз-просвет» Андрея Горохова. Которую, честно говоря, я читал в свое время с огромным интересом, я бы сказал, с интеллектуальным наслаждением, потому что это совершенно потрясающий конструкт. Человек взял и переписал историю популярной музыки. В его версии этой истории почти не оказалась, например, группы «Битлз», зато ее место заняли «Крафтверк» и «Джеймс Браун», предположим. Замечательным образом у человека работают мозги. Но все-таки, опять-таки, нельзя забывать о том, что это тоже немножечко конструкт, это тоже немножечко придумка. И в этой связи у меня, конечно, ужасно скучная, необаятельная позиция, как любая центристская позиция. Мне кажется, что все вот эти нарративы, о которых я только что говорил, все они по-своему ограничены, потому что все они пытаются сказать, что вот это важно, а это нет. Они пытаются сказать, что вот эта запись для истории музыки имела выдающееся значение, а вот эта не имела никакого. Ну и так далее, и тому подобное. Хотя на самом деле сам принцип этой иерархической разметки территории он-то и кажется лишним, он-то и кажется не совсем правильным. И если от него отказаться, это позволит совершенно по-новому взглянуть на весь процесс и научиться по-новому взаимодействовать с музыкой, строить свои дипломатические отношения с ней. Я еще один фрагмент, с вашего позволения, процитирую. Сейчас я его найду. Вот, очень короткий. Главная же мысль, которую, смею надеяться, доносит эта книга, связана с отменой иерархии. Стилистических, географических и прочих. Записи из Эфиопии или Индонезии ничуть не менее интересны и существенны, чем из Англии или США. Живая музыка не хуже, но и не лучше электронной. Рок ничем не превосходит хип-хоп, но ничем и не уступает ему. А в простецкой песне из хит-парада может обнаружиться не меньше смыслов, чем в трудном для восприятия авангардистском сочинении. Иерархии противны самой природе поп-музыки. Демократической, инклюзивной, объединяющей, а не сегрегирующей слушателей. Поэтому на страницах и в эфире хождения по звукам им места не находится. В самом деле, что мы о поп-музыке знаем? Например, то, что это искусство, в котором высот добились и белые исполнители, и черные, и молодые, и старые. И вот, пожалуйста, в 2019 году, уходящем, одна из важнейших пластинок, это пластинка Билли Айлиш, которой только-только исполнилось 18 лет. А другая пластинка, о которой все говорили, это, например, посмертная запись Леонарда Коэна, вышедшая буквально, не знаю, месяц назад, а может быть, даже и две недели назад. И все это может прекрасно сосуществовать в одном пространстве. А еще, например, потрясающую совершенно поп-музыку вот уже лет пять пишет, сочиняет и издает такая бразильская женщина, которую зовут Эльза Суареш. Ей вообще крепко за 80, и она на секундочку была вдовой футболиста Горинчи, который играл вместе с Пеле. Вы можете себе представить, это как будто какой-то другой мир. Это было черт знает когда. Но вот случился ренессанс, и эта женщина вместе, естественно, со своими молодыми соратниками, которые ей там колдуют, наводят какой-то модный классный звук, выпускает подряд, вот просто несколько лет, полюбопытствуйте, 2017, 2018, 2019, потрясающие альбомы. Я, к сожалению, не назову сейчас вам их названия, просто уж они на португальском языке, да, и я не очень их помню, я им не владею. Плюс, что мы еще знаем о поп-музыке? Что это искусство, в котором встречаются потрясающие, невероятные виртуозы, а с другой стороны, в нем же встречаются люди, которые едва-едва умеют сыграть полтора аккорда на гитаре. И шанс записать шедевр одинаков у первых и у вторых. Что мы еще знаем о поп-музыке? Что это искусство, существующее на всех языках мира, не знающее государственных границ, да, что у него нет какого-то особенного высокого порога входа или, не дай бог, я не знаю, имущественного ценза или еще чего-то подобного. Никаких препятствий. Вот есть мы, вот есть поп-культура, поп-музыка, да, приди и возьми, как говорил кто, спартанский царь Леонид, по-моему, да. Поэтому единственный в итоге нарратив вот этой книжки, которая стоит перед вами, которую, напомню, вы можете здесь купить, он звучит так. Поп-музыка разнообразна, увлекательна и довольно сложно устроена. И давайте увидим несколько примеров этого. Вот, собственно, о чем эта книга написана. И вот осознав это обстоятельство, что нам не нужны какие-то иерархии и не нужно ничего на нас нового, нам нужно с ней просто общаться на «ты», да, прямо, мы можем изменить наши отношения с ней. И вот я хотел бы, наверное, этим, собственно, перейти с этим к второй теме нашего сегодняшней с вами встречи, потому что, когда мы, собственно, договаривались с организаторами замечательного фестиваля, то я говорю, давайте сделаем встречу, которая называется «Презентация книги «Хождение по звукам». Но, видимо, это как бы звучало как-то недостаточно привлекательно, не знаю, сексуально, поэтому они говорят, давайте все-таки еще какую-нибудь тему придумаем, я говорю, ну, хорошо, давайте поговорим вот про иерархию, я очень люблю эту тему, и, значит, про нормативы в популярной музыке, каковы они, нужны ли они нам или не нужны, и даже придумал название для нашей сегодняшней встречи, не помню, оно в итоге фигурирует в этих всех буклетах или нет, название «Стыдно не знать». Значит, ну, это такая провокация небольшая с моей стороны. Наверное, мы много раз слышали от родителей, от учителей, да, от кого угодно, вот эту формулировку «Стыдно не знать», «Стыдно не знать», «Я не знаю Пушкина», «Стыдно не знать Льва Толстого», «Стыдно не знать Чайковского», «Стыдно не знать еще чего-нибудь». Вот, конечно, я бы выслушал ваше мнение насчет того, что в поп-музыке «Стыдно не знать». Вот как вам кажется, приходит ли вам на ум что-нибудь, что в популярной музыке, про что можно было бы сказать, что стыдно этого не знать? Как вы считаете? Может быть, не приходит, это нормально, я продолжу сам говорить. Но если приходит, то просто поднимите руку, и мы там, я не знаю, либо я подойду, либо вы выкрикнете что-нибудь с места, либо, может быть, там еще один микрофон обнаружится где-нибудь. Нет, да ничего такого, что стыдно не знать. Но в таком случае мы с вами в одной лодке, я вам хочу сказать. Потому что мне тоже так кажется. Весь смысл в том, что в поп-музыке этого не существует, по-моему, потому что она сама свободна, многообразна и удивительна, и наше поведение в ее рамках может быть таким же. Я приведу пример из собственной практики. Дело в том, что мой вход в пространство поп-музыки оказался довольно необычным. Во-первых, я был лет с 12-13 убежденным как раз рокистом, о чем я уже сегодня говорил. Как-то так получилось, что я в это время совершенно запал на звучание музыки 60-70-х годов, и на протяжении долгого времени после этого отказывался куда-то уходить из этого пространства. Наоборот, углублял свои познания в музыке того периода. Но в итоге мимо меня прошла музыка как бы моего поколения. Я не знаю, группу Нирвана и Гранж я услышал уже как историю спустя, не знаю, 10-15 лет после того, как вся эта музыка звучала из каждого утюга. Или там рэп 90-х годов, время его первого расцвета, вся эта гангста-традиция в Америке, где угодно. То, что мои сверстники, которые в широких штанах начали ходить в середине 90-х слушали, все это тоже прошло совершенно мимо меня. Я как бы относился к этому с большим снобизмом. И поэтому получилось, что мой путь к поп-музыке в широком смысле слова оказался довольно специфическим, довольно извилистым и довольно неординарным. И некоторое время я комплексовал слегка по этому поводу, потому что мне казалось, что у меня нет тех переживаний, которые большинство людей моего поколения испытывали в связи с той или иной музыкой, существующей в мире вокруг нас. Но потом я понял, что это может даже оказаться отчасти моим преимуществом, потому что зато я могу о ней, об этой музыке, вынести, когда надо, когда это потребуется, объективное суждение, неотягощенное личной историей взаимоотношений с ней. И таким образом посмотреть на нее, быть может, с немножечко другой стороны, под немножко иным ракурсом, и заметить в ней что-то, что при слишком близком, таком пристальном взгляде, который есть у тех, кто слушал ее как свою любимую музыку на протяжении многих лет, оказывается незаметным. То есть в этой ситуации мой вот этот вот особый путь, он совершенно ничем не плох. И любые другие особые пути в рамках поп-музыки, в рамках выстраивания своих отношений с ней, они тоже ничем не плохи, и более того, могут оказаться какой-то вашей изюминкой, каким-то вашим конкурентным преимуществом. Не обязательно в журналистике, в которой работаю я, а в любой другой абсолютно сфере, просто буквально, не знаю, в кухонном разговоре с своими друзьями, и в обмене мнениями по поводу каких-то записей. Это может быть круто и интересно. А наоборот, некоего норматива, который бы диктовал нам, что в поп-музыке главное вот это, и вот это, пожалуйста, вы обязательно знаете. На этом месте может быть Битлз, я не знаю, Майкл Джексон, Нирвана, все что угодно, все, что вы хотите туда поместить. Вот не надо этого делать, потому что все эти нормативы, они только сбивают нас в каком-то желании свободно и на равных общаться с гигантским пластом мировой культуры, который лежит прямо перед нами и готов нас впустить в себя с совершенно разных сторон. Поэтому мне очень нравится всегда, когда я, например, натыкаюсь в интернете, сейчас это стало просто, веб 2.0 у нас, любой может публиковать, что хочет, на какие-то блоги или телеграм-каналы, где человек, который, возможно, никогда не слышал альбом-триллер Майкла Джексона, глубочайшим образом и с большим погружением обозревает, ну, скажем, я не знаю, фри-джаз, да, или еще какую-нибудь такую боковую историю, которая вроде бы находится далеко от мейнстрима. Становится ли его суждение по поводу этой музыки менее значимым от того, что он не слышал альбом-триллер Майкла Джексона? Да ничуть, совершенно не становится. Это вещи, которые не имеют больших пересечений друг с другом, и это совершенно нормально. Как, впрочем, нормально и наоборот. Совершенно прекрасно сосредоточиться на Майкле Джексоне, если он ваш любимый музыкант, и знать наизусть всю его дискографию, которая, впрочем, не так и велика, да, и не слишком интересоваться тем, что происходит где-то под вот этим столом, да, если вот стол — это некоторая поп-музыка, которую мы видим, то, конечно, много чего бурлит под ним. Можно в это залезть, можно в это не залезать. Весь смысл моего развернутого спича в том, что можно и так, и так, и это абсолютно нормально. А что касается нормативов, ну, вы знаете, тут мне вспоминается ровно одна история, забавная. Буквально же несколько месяцев назад по лентам информагентств прошла новость о том, что в культурный норматив российских школьников, может быть, вы видели это или читали, вошли песни, по-моему, Queen, Abbe, что там еще было? Nirvana как раз, Smells Like Teen Spirit, кино, да, что-то еще. А потом по лентам уже других информагентств, таким инсайдерским журналистским, прошла другая новость о том, что министр культуры Мединский в бешенстве от этого норматива, что это все делалось совершенно без его участия, и что, в общем, там полетят клочки по закоулочкам в Министерстве культуры, и, в общем, выпустили коммунике, не посоветовавшись с начальством. И, значит, понятно, конечно, почему министр Мединский разозлился, потому что, ну, во-первых, как бы без начальственного одобрения визы, да, начальственные у нас вообще не очень любят, когда инициативу кто-то проявляет, а, во-вторых, ну, конечно, список получился какой-то очень западнический, да, какой-то вот неправильный, вроде бы опровергающий основы государственной политики в области культуры в последние, там, 5-7-8 лет, которые все, значит, продвигают нечто такое, как бы исконно-посконно патриотическое. Вот, то есть понятно, почему он разозлился, но, вы знаете, пусть он злится, у меня этот список, признаться, вызвал тоже недоумение некоторое, ну, не злость, конечно, но некоторое недоумение, но вовсе не потому же, почему он разозлил министра, а потому что, когда популярную музыку включают в нормативы для школьников, я просто призываю вас немножечко посмаковать на языке, да, вот эту фразу, и особенно вот это вот, да, словосочетание нормативы для школьников, от которых сразу разит такой мертвичиной, да, и когда поп-музыку пытаются поместить в эти нормативы, ну, это говорит только о том, что эти люди, видимо, совсем не понимают о том, что поп-музыка такое, как она устроена, и почему она стала такой, и почему песня Smells Like Teen Spirit, такая, а не другая, а также песня Bohemian Rhapsody, песня Dancing Queen и прочие песни, которые в этот самый норматив вошли, как раз вот отсутствие каких-либо нормативов и нежелания играть в эти иерархические игры, ну, вот это и есть большое и важное завоевание популярной культуры, это то, что отличает ее от многих других культур, от многих других искусств XX века, и это то, что я стремлюсь в каждом выпуске программы «Хождение по звукам» и в книге «Хождение по звукам» так или иначе доносить. На сайте silver.ru можно программу послушать и убедиться в том, что мне удается это доносить, или наоборот разувериться в этом и понять, что нифига не удается. Кроме того, напоминаю, что книжку «Хождение по звукам» можно приобрести как снизу, так и сверху на ярмарке. Здесь удалось нам какое-то количество материалов, точнее, не материалов, а копий, собственно, этой книжки, экземпляров собрать. Вот, ну, а на самом деле, наверное, это примерно все, что я хотел от себя вам рассказать, но я с огромной радостью с вами бы пообщался и выслушал бы ваше мнение насчет того, что сегодня здесь прозвучало, или на любой другой счет можете задавать вопросы про программу, про книгу, про какие-то другие области моей жизнедеятельности, сферы. Буду рад услышать. Спасибо всем. Раз-два-раз, раз-раз-раз, раз-раз-два, два-раз-два-раз. Можно поднять руку, я подойду с микрофоном и получится задавать вопросы. Добрый день, меня зовут Руслан. Здрасте. Спасибо вам большое за вашу программу. Действительно, такая очень классная штука. Спасибо. ведет по вот этой вселенной и показывает ее все разнообразие. Два вопроса, коротких, наверное, один про вас. Расскажите, как вы сами вообще пришли в музыку и как вы заразились ей. А второй вопрос, а что еще, ну, такой немножко каверзный, а что еще, кроме хождения по звуку, вы посоветуете послушать такого регулярного и, ну, с вашей точки зрения, интересного в нашем музыкальном пространстве, а может и не в нашем. Спасибо. Да, спасибо. Значит, ну, к музыке я пришел, наверное, лет в, наверное, 11-12, когда мне подарили плеер на день рождения, такой Уокман, да, и у него еще, я никогда это не забуду, у него даже, ну, он был, естественно, кассетный, да, и у него была перемотка только в одну сторону. У него была одна кнопочка, вот не в две стороны, а в одну. Если ты хотел перемотать в другую сторону, ты должен был перевернуть кассету, перематывать ее как бы в другую сторону, потом перевернуть ее обратно и уже слушать, да. Вот такой была бы, вот такая была точка входа моего в популярную музыку, да. Вместе с этим мне подарили друг моего отца, записал все альбомы Beatles на кассетах, и с этого все и началось. Дальше, вот я говорил очень долго, я как-то оставался в 60-70-х годах, а потом потихоньку стал расширять как-то свой диапазон, расширять границы и пришел к пониманию, вот тому пониманию поп-музыки, которую я здесь попробовал изложить вам. Но это потребовало определенного времени и определенной какой-то работы, в том числе и над собой. Ну, это вот как бы касаемо первого вашего вопроса, насчет того, что еще послушать. Ну, смотрите, во-первых, простите за нескромность, можно еще послушать мои подкасты, которые я делаю не на Серебряном дожде, а, например, на Арзамасе, да, есть какое-то количество, там есть подкаст британская музыка от хора до хардкора про, собственно, английскую музыку и историю. Он, к сожалению, заканчивается, скоро выйдет последний выпуск, но мы что-нибудь еще придумаем. Есть подкаст «Сделай погромче» для там же, в Арзамасе, в радио Арзамас, подкаст, который называется «Сделай погромче», который может быть, наоборот, возобновиться. Он закончился где-то полгода назад. Существует, по-моему, семь или восемь выпусков в первом сезоне было. Это подкаст, который многие пропускают, потому что он находится в отделении детской радио на Арзамасе. Но на самом деле он нифига не для детей. Я вообще не очень понимаю, как можно специально делать что-то для детей. Когда ты даешь себе такую установку, как правило, получаются какие-то совершенно омерзительные сюси-пуси. Поэтому я, конечно же, работая для детей и чуть-чуть иногда облегчая свой язык во имя этой цели, в остальном, безусловно, ориентируясь в том числе и на вас, на взрослых людей, с которыми я нахожусь на одной, так сказать, стадии развития человеческого и которые, я надеюсь, поймут то, что я хочу там сказать. Но интересность этого подкаста в том, что он весь основан на детских вопросах, которые иногда бывают, как бы вроде бы звучат страшно наивно, но ставят в тупик абсолютно и позволяют тебе сформулировать какие-то вещи, о которых ты не задумывался. Там есть выпуски, которые называются «Почему рэперы матерятся?» «Как петь, если ты не умеешь петь?» Ну и вот что-то такое. Они все довольно наивно сформулированы, но они дают стартовую площадку, какую-то отправную точку для довольно увлекательного для меня лично полета мыслей и фантазии. И надеюсь, что для тех, кто это слышит, это как бы тоже довольно здорово. И последний подкаст, который у меня есть, это подкаст «Шумояркость» на кинопоиске, где я рассказываю про музыку в кино. Это немножко отдельная как бы история о саундтреках к фильмам, старым, новым, разным. Мы стараемся, точнее, кинопоиск очень старается, чтобы два раза в месяц выходил этот подкаст. Но поскольку я, в общем, существо очень ленивое, иногда получается один раз в месяц. Но, в общем, тем не менее, с некоторой регулярностью мы стараемся их выпускать. Вот это то, что касается непосредственно каких-то моих занятий. Ну а еще, черт его знает, программа «Экзотика», интересно, существует до сих пор, Борисова на радиокультуру. Такая-то была очень хорошая. И там же «Аэростат» Гребенщикова был, тоже вполне, на самом деле, программа неплохого уровня. И очень круто, что БГ ее делает. Как бы человек, который достиг того, что он достиг, собственно, как сам музыкант, в общем, мог бы не запариваться. Но ему как бы явно хочется делиться чем-то, и он это делает, и это очень здорово. Я как бы редко для себя там какую-то прямо новую информацию нахожу, потому что это все-таки опять-таки мой профессиональный интерес. Но замечательно, что эта программа есть. Это что касается радио, к сожалению, я больше не знаю, потому что, если честно, вы помните, анекдот был про Чукчу, который не читатель, а писатель, когда он в Литинститут пытался поступить или что-то в этом роде. То вот это вот обо мне. Абсолютно. Я работаю всю жизнь на радио, но я не очень много слушаю радио. И не до конца знаю, что происходит даже на родной для меня радиостанции «Серебряный дождь», не говоря уж о тех, кто вещает на других частотах. Лев, хотел спросить про твою музыкальную деятельность, потому что был такой незаурядный проект «Апхиллорк». Это неожиданно сейчас было. Моя музыкальная деятельность в настоящее время находится на паузе. У меня действительно была когда-то группа, которая выпустила три альбома. Смешно, что мы сегодня к этому вернулись. Вчера во время дискуссии про проблемы музыки в России я тоже об этом вспоминал. И у меня спросили, а как группа-то называлась? Я сказал, потом расскажу и забыл. Это так и не прозвучало. Пусть прозвучит сегодня. Группа называлась «Апхиллорк». Трудно выговорить, еще труднее запомнить. В принципе, в интернете есть три альбома, которые мы записали, включая, кажется, «Яндекс.Музыку», «Эппл.Мьюзик» и все ваши любимые стриминговые сервисы. Но этот проект подошел к концу в 2014 году по независимым от меня обстоятельствам, а ни в каком другом проекте я не очень умею функционировать как музыкант, поэтому пока что ничего нет. Но, может быть, когда-нибудь, в принципе, играть на инструменте своем я люблю. Поэтому, может быть, когда-нибудь еще что-нибудь запишем новенькое. Добрый вечер. Здрасте. Вы меня слышите, да? Я слышу. Добрый вечер. Меня зовут Газелья. Совсем недавно я начала слушать ваш подкаст «Шум и яркость», так как мне посоветовали очень интересный подкаст. Я очень люблю кино и хотелось поэтому поинтересоваться, также ли является кино для вас важной частью вашей жизни, так же, как и музыка. И так как вы говорили про иерархичность, мне кажется, у всех все равно есть какие-то свои любимчики. Есть ли у вас свои любимчики в музыке и также в кино? Значит, кино является важной частью моей жизни, но я в нем сильно хуже разбираюсь и ориентируюсь, чем в музыке. Так уж вышло, но, видимо, я ему уделил по жизни как-то меньше времени. Поэтому, когда мы делаем, например, подкаст «Шум и яркость», зачастую главным этапом подготовки этого подкаста оказывается, собственно, просмотр фильмов, которые я не успел увидеть раньше в жизни. И на это уходит больше всего времени, но, с другой стороны, это вообще идеальная работа. Вот представьте себе, как бы тебе платят деньги, за то, что ты смотришь кино. Ну, это же потрясающе. Или слушаешь музыку. Это, в общем, мечта. Поэтому я не жалуюсь. Значит, что касается внутренних, конечно, иерархий, безусловно, они у каждого из нас есть, и есть любимчики. Одно другому совершенно не мешает. В моем случае, да, конечно, у меня есть, так сказать, сфера такого узкого интереса, узкой специализации. Это по-прежнему вот тот самый прогрессивный рок 70-х годов, который я коллекционирую на виниле, в котором я стараюсь разобраться максимально дотошно и детально, и про который, вы знаете, это, наверное, может быть, единственная сфера вообще какой-то жизни, да, окружающей нас, про которую я могу, я вообще не очень люблю громких заявлений, я, скорее, всегда стремлюсь как-то скромно промолчать, но вот про это, наверное, я могу сказать, что я все знаю, просто все знаю и все слышал, потому что действительно лет с 16, то есть это уже, получается, черт возьми, почти 20 лет, я планомерно этим интересуюсь и забрался уже в какие-то невероятные дебри, там какие-то, я не знаю, покупаю, нахожу где-то в архивах каких-то школ, например, пластинки, которые тиражом 30 или 50 экземпляров ученики этой школы в Германии где-нибудь в 73-м году записали и выпустили для своих родных и близких, например, для мам, пап, друзей, и девушек, и юношей, и молодых людей. Вот, и в общем, вот мне хочется найти всю эту музыку и, ну, по крайней мере, ею обладать, в этом есть, конечно, некоторый фетишизм коллекционерский, но не только это, а еще попробовать дать ей новую жизнь, написав о ней, выложив куда-нибудь там пару песен, задействовав ее в каком-нибудь подкасте. Короче говоря, да, спасти динозавров от вымирания, я бы, наверное, назвал вот так эту конкретную миссию, вот стараемся спасать тех, кто уже сам главное себя спасать, они больше всего все удивляются, когда ты на них выходишь. Да, пишет какой-то человек из России тебе на e-mail, да, или даже звонит по телефону про какую-то пластинку, которую ты выпустил, записал 50 лет назад, будучи учеником 10-го класса школы, о которой ты забыл и думать, да, а ты им напоминаешь о том, что у них в жизни такое было, и это, конечно, сводит их совершенно с ума и, в общем, иногда оборачивается довольно занятными обменами репликами твои, да, с ними. Ну, в общем, вот это есть такая додеятельность, это все мои любимчики, вот эти вот самые прог-рок-исполнители 70-х годов. Я еще немножко выношу это специально на щит, потому что это самая немодная музыка в мире вообще. То есть вот вся как бы хипстерская аудитория, а также коммерческая, мейнстримная аудитория, в равной степени презирает это время и эту музыку. И понятно, почему. Абсолютно понятны ее проблемы, там, не знаю, например, с хорошим вкусом, которые эта музыка имела, да, во время своего как бы, да, при жизни, да, назовем это так. Но при этом у меня к ней есть огромная нежность, и я всегда стараюсь вот как бы дать какой-то другой взгляд и сказать, а зато она была потрясающая вот поэтому и вот поэтому. То есть, грубо говоря, чтобы в медийном поле прозвучал и какой-то другой голос об этом тоже. Раз, раз, слушайте. Добрый вечер, меня зовут Павел, и такой вопрос. Меня очень подкупает ваша открытость в музыке, как и открытость BG в том числе. Есть ли явление в музыке, когда снобизм выключить не получается, и вы такие, ну, это не музыка, это, ну, извините. Ну, я стараюсь все-таки, понимаете, я как бы, тут надо немножко разделять личный взгляд, да, и профессиональный. В профессиональном плане я не имею права так делать. Это просто как бы противоречит, мне кажется, то есть, по крайней мере, в том виде, в котором я представляю свою профессию, это противоречит ее каким-то основам. Все, что записано и выпущено, является объектом твоего профессионального интереса, и ты с этим что-то должен сделать, да. В личном плане, конечно, есть дофига музыки, которая мне совершенно не нравится, которую я не понимаю. Есть целые, вот как бы, я стараюсь, чтобы в любом жанре музыкальном, да, были какие-то артисты, к которым я буду относиться хорошо. Найти для себя во всех жанрах каких-то артистов, которые для меня лично оправдают существование самого этого жанра, да. Потому что, ну, известная такая банальность, но очень правильная, да, банальности, почему становятся банальностями? Потому что их часто говорят, потому что они правильные. Значит, что не существует плохих жанров, существуют плохие исполнители в разных жанрах. Вот я под этим подписываюсь, мне так тоже кажется, потому что, конечно, какое-то количество в каких-то музыкальных реальностях мне комфортнее, а в каких-то мне совершенно дискомфортнее. Я не очень понимаю, как там ориентируются. Я не знаю, я не очень люблю музыку New Age, например, такую, да, вот эту расслабляющую, в которой как бы много, такой, на мой взгляд, очень поверхностно понятой духовности внутри. Да, вот это мне как бы не очень близко, хотя я стараюсь, да, там, я не знаю, творчество Лхаса, например, это неплохо, хотя оно отчасти относится к тому же пространству стилистическому. Я не очень люблю признаться, сейчас страшное признание будет, современный русский хип-хоп, который вот в последнее время как бы считается главной массовой музыкой в России. Да, особенно вот так называемый, вот сейчас такой, появился смешной термин, кальян-рэп. Вот это мне не очень, конечно, близко. Да, но я не теряю надежды, что и здесь появится артист, с которым я смогу сконнектиться на каком-то уровне, и он окажется для меня точкой входа и попадания в эту музыкальную реальность тоже. Мне бы хотелось, чтобы это произошло, потому что если ты, как музыкальный критик, в какой-то вот этот вот ящичек жанровый или стилистический не смог засунуть никакую часть своего тела, то это, в общем, о тебе плохо говорит. Значит, ты не доработал, чувак. Вот, поэтому я надеюсь, что всюду свои щупальца все-таки смогу протянуть. Лев, спасибо большое за... Это я? Я здесь? Меня зовут Игорь. Да, спасибо. Немножко наивный и фантазерский вопрос. В вашей книге есть статьи про турецкий психоделический рок и про джаз из Эфиопии, но нет ничего про Россию. Если бы вдруг вы... Про что бы вы написали эту главу? Был ли бы это сибирский панк-рок или ленинградский рок-клуб, или по какому-то другому принципу? Да, спасибо. Я думал, неужели у меня будет одна встреча с читателем, на которую мне не зададут вопроса, почему про русских-то нет ничего? Ты что, русофоб, что ли? Значит, да, спасибо, Игорь, что этот вопрос прозвучал все-таки. Значит, я уже даже, можно сказать, отрепетировал давно ответ на него. Короче говоря, смысл вот в чем. Нет, конечно, у меня нет никакой музыкальной русофобии, а также иной, я надеюсь. Но все мы, те, кто много и часто слушает музыку, наверное, вырабатываем какие-то методы, какие-то шаблоны, по которым нам удобно с этой музыкой обращаться и как бы выстраивать свои отношения. У меня этот шаблон есть. И когда, например, мне в руки попадает запись, которую я не слышал, новая, да, то впервые, поставив эту пластинку на иглу, если это винил или там, я не знаю, просто нажав кнопку play, если дело происходит в сети, в интернете, я при первом прослушивании, значит, у меня активируются какие-то музыкальные рецепторы, сугубо музыкальные, и я оцениваю саму музыку, ее аранжировку, ритмические решения, мелодические, гармонические, короче говоря, весь вот этот блок вопросов, связанных непосредственно с музыкальным содержанием этой композиции. После чего, если вот этот тест, будем называть это так, запись прошла, и мне хочется послушать ее еще раз, и меня она заинтересовала, заинтриговала, и хочется разобраться в ней чуть поподробнее, со второго раза я начинаю узнавать, о чем она, а что, каково ее внемузыкальное содержание, о чем там, грубо говоря, поется. И если это запись на любом языке, кроме русского, то мне очень легко действовать вот описанным только что способом, потому что даже английский текст, ну, конечно, по-английски я как-то с грехом пополам говорю, читаю, пишу даже, и так далее, но даже английский текст ты можешь, значит, вот как-то закрыть такими шорами, когда в первый раз музыку слушаешь, не обращать пока что на него внимания, он не лезет тебе сам в уши, а со второго прослушивания, значит, уже начать в него вслушиваться, и если человек немножко непонятно поет, то, может быть, найти в интернете этот текст и прочитать его, и, короче, вот в этот момент узнать, о чем этот трек или этот альбом. А с русской музыкой, конечно же, так не получается, потому что мы все с вами, для нас русский, это активный язык, это наш родной язык, это язык, которым я зарабатываю на жизнь, я ничего не умею, кроме как языком молоть, вот как я сейчас с вами сижу, но еще иногда, может быть, тоже на этом же самом языке что-то писать. Вот, поэтому, конечно же, ты не можешь от него закрыться, и ты моментально, как бы вот твой метод получается неработающим, и русская музыка тебя толкает к тому, чтобы, так вот довольно авторитарно, чтобы ты с ней выстраивал отношения не так, как тебе хочется, так, как ей хочется. И это мне не нравится, у меня на нее зуб из-за этого. Конечно, это не значит, что нету в русской музыке замечательных записей, они есть, и даже вхождение по звукам периодически, не очень часто, но бывают программы о русских артистах. Не так давно у нас был целый месячник русской музыки, спецпроект под названием «Русская музыка без нервного срыва», где мы слушали, по-моему, группу «Альянс», группу «Метроль», Сергея Курехина и группу «СБПЧ», она же самое большое простое число. Ну, я, как обычно, опять же, надергал из разных реальностей, из разных времен, да, ну, в этом смысле ничего не меняется. Вот, но, понимаете, вставлять в эту книжку одного или двух там артистов из России, это значило бы провоцировать еще более острые вопросы, а почему эти, а не вот эти. Да, может быть, если критическая масса, если программа «Хождение по звуку по звукам» проживет еще несколько лет и накопится критическая масса вот 45 выпусков о русских артистах, наверное, можно будет какой-то отдельный том, если у кого-то вообще еще будет к этому интерес, издать, посвященный русской музыке. И в нем тогда, наверное, конечно, будут и, там, не знаю, и аукцион, и ленинградский рок-клуб, и все, что угодно. С сибирским панком я не знаю, потому что, не, ну, про Янку тоже можно было бы, наверное. Про гражданскую оборону боюсь, что Дмитрию Владимировичу Савицкому не очень понравится идея сделать в вечернем прайм-тайме серебряного дождя программу про гражданскую оборону. Вот. Но, с другой стороны, за спрос денег не берут, в общем, могу выяснить. Два простых вопроса, один опять только практически. Вот вы упомянули флоу, что еще посоветовать такого интересного, куда можно поездить и послушать. И второй вопрос, а какие ваши планы, что мы еще можем ожидать в ближайшем будущем, если это не секрет, конечно. Спасибо. Значит, помимо флоу, ну, есть в Европе довольно много фестивалей, на которых... Ну, я был вот последний в этом году только на флоу, но я бывал на Примавере, например, в Барселоне. Есть родственный фестиваль в Португалии, где я, правда, не был. Еще когда-то был такой фестиваль Way Out West в Швеции. Друзья ездили в Гданьск на фестиваль, не помню, как он назывался, или в Гдыню, ну, в общем, в какой-то польский город. Короче говоря, у нас в Сигит, конечно, есть в Будапеште, есть Экзит, в общем, короче, очень много. Есть Гластенбери, на котором я никогда не был. В России есть довольно много. Вы знаете, в последнее время мы немножко в прельвегированном положении, жители Москвы, потому что у нас реально очень много разных, довольно крутых фестивалей. Чуть, конечно, менее мощных, чем тот же флоу. Это все-таки не, там, я не знаю, три дня с палатками или там, я не знаю, еще чем-то и с 18 сценами на каждые под 200 артистов. Не настолько, но если раньше был там условно один пикник афиши, где можно было какую-то музыку услышать такого типа, то теперь, пожалуйста, там есть, я не знаю, фестиваль Park Life, есть фестиваль Поль, очень неплохой и любопытный, да, есть тот же пикник афиши. В общем, для разной, немножечко аудитории, но алчущей, услышать что-то небанальное, современное и любопытное, огромное количество разных возможностей, не говоря о клубных концертах, которые периодически устраиваются, поэтому, в общем, живя в Москве, никакого недостатка в классной музыке я не испытываю, но вот артистка Мицки, о которой я вспоминал, к сожалению, пока никто не привез. Вот это жалко, очень хотелось бы. А в остальном, ну, на самом деле, я не удивлюсь, если привезут, потому что, в общем, есть кому это сделать. В этом смысле, вот какой-то этот бизнес промоутерский, по-моему, здорово развивается, и мне повезло жить в Москве и иметь возможность за всем этим наблюдать и лично на многих артистов смотреть, не уезжая далеко от дома. А, про планы вхождения по звуку, да, простите, я забыл. Ну, много разной музыки, классной. Я, не знаю, вот сегодня у нас что, воскресенье? Через час будет программа про Lady Tron. Пока я тут сижу, про хорошую, очень любопытную, интересную электропоп-группу британскую, которая в 2000-х годах записала несколько замечательных альбомов, причем с такой последовательной и любопытной стилистической эволюцией. То есть это не просто как бы одно и то же, да, как бы такой какой-то попсовый музон, который гонится от начала до конца одинаковый. Нет, там есть о чем рассказать и идеологически, и музыкально, и философски, и с разных точек зрения, что я, собственно, и постарался сделать, а сам сюда уехал, видите. Но в следующем году тоже будут какие-то интересные программы, я вам обещаю, просто пока еще это немножечко зависит от некоторых превходящих обстоятельств. Вот. Иногда мы делаем некоторые спецпроекты под, ну, что я буду скрывать, под некоторые спонсорские деньги, которые на это выделяются, да. Как бы спонсор говорит, я хочу, чтобы вы сделали пять программ про Битлз. Я говорю идеально, спасибо вам огромное, и иду, и делаю их, и мне еще и деньги платят. Вот если что-то такое случится, это будет дополнительное. Если что-то такое случится, то все, что я вам сейчас расскажу, не будет иметь смысла, потому что, соответственно, мы сначала будем обслуживать контрактные обязательства свои. А если ничего такого не случится, то просто будут несколько месяцев разрозненных программ про интересную музыку из разных сфер. Все как обычно, и у меня уже есть список из 30 артистов, которых еще никогда не звучали в хождении по звукам, но, по-моему, этого заслуживают и, надеюсь, прозвучат. Два вопроса. Как отдыхаете от музыки? И второй, как вы понимаете, когда хочется Мадригалов послушать, а когда Мицки, Скриптонита и прочих джентльменов достойных? Отдыхаю от музыки очень просто не слушая ее. И, надо сказать, что периодически это делаю. У меня бывают недели целые, когда я ничего не слушаю, потому что мне кажется, что у меня немножко уши засорились, и им требуется, правда, некоторый отдых. И я тогда, например, хождение по звукам стараюсь записывать вперед, на неделю вперед программу, да, или попросить коллег поставить повторчик старенький какой-нибудь, слава богу, уже накоплена критическая масса, есть из чего выбрать. А сам целую неделю ничего не слушаю, и потом новым человеком возвращаюсь и понимаю, да, это, знаете, как человек, который, не знаю, вылечили глаза, и он вдруг увидел мир во всем его цветовом многообразии. А до этого он его видел, ему даже казалось, что это и есть мир. А тут он узнал, что, черт возьми, нет, это было какие-то такие оттенки серого, а вот теперь у меня мир. И то же самое происходит, когда неделю музыку не будешь слушать. Еще я никогда не беру свою музыку на отдых. Вот я, не знаю, с семьей еду летом на море куда-нибудь. Я всегда езжу без музыки. Мне ничего не нужно там. Потому что это как бы история про другое. А второй вопрос, когда Мадригалы, когда Митский или Скриптонит слушаете, ну, огромное количество музыки ты слушаешь по работе, да, ты просто должен об этом куда-нибудь написать или где-нибудь рассказать или, ну, как бы еще как-либо на это отозваться. Поэтому, к сожалению, очень часто просто не приходится выбирать. А когда в свободное время дальше, ну, понимаете, когда вот вдруг выясняется, что мне не нужно слушать музыку специально ради того, чтобы как-то на нее где-то отозваться, а можно послушать что-нибудь для себя, тут я иду на свою полочку, где у меня пластинки, которые я купил, и еще так и не успел ни разу послушать. Вот это время тратится, как правило, на ознакомление с новинками в коллекции, которые до меня как бы дошли там по почте или как-то я их заказываю, поменялся с кем-то, и вот они, я еще не успел их послушать. Поэтому, как правило, вот так это получается. Даже не знаю, извините, это, наверное, не очень интересный ответ, но мне как-то нечего больше сказать об этом. Спасибо. У нас, я думаю, есть время на последний вопрос, если он имеется. Да, сделайте, пожалуйста, так, чтобы я не опоздал на самолет. Вот мы именно этим занимаемся. Да, есть последний вопрос. Ну, бывал. Все, тогда позиальный последний вопрос. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.